Отражается на всех некоторым студентам, которые поступили в университеты Евросоюза, приходят письма об отчислении, даже если с успеваемостью или проходным баллом человека все в порядке. Однако эксперты отмечают, что о повальной русофобии говорить все же нельзя. Эта Карина, она живет в Германии, недавно поделилась в стори с ответом немецкого университета студентки из России. И кажется, все не так уж плохо. Я беспокоюсь о благополучии всех людей. Будучи студентом из Российской Федерации, вы, вероятно, беспокоитесь о своей семье и друзьях. Такие ценности, как демократия и право народов на самоопределение, будут также важны для вас, как и для меня. Дармштадтский университет выступает за космополитизм и международную ориентацию в учебе, преподавании и исследованиях. Жители Англии тоже живут в повестке, но по наблюдению экспертов, люди понимают, что всех под одну гребенку грести не стоит. Оксана говорит, что жители этой страны очень толерантные с одной стороны. А с другой, подавляющее большинство местных не способны идентифицировать русский язык на слух, если они хотят выразить свою позицию. С рождебными настроениями она не сталкивалась. Единственное, что растет, конечно, внутреннее напряжение, потому что ты уже так внимательно за всеми следишь. Ага, сосед утром не поздоровался, наверное, там вот опять BBC смотрел. Или там, ой, кажется, там посмотрели на меня как-то не так. Но это все пока больше накручивание, объективно все хорошо. Однако девушка не исключает, что ситуация может ухудшаться, потому что британские СМИ не на стороне России. Сложнее теперь улететь домой в экстренном случае, а что касается накоплений в рублях, то они сильно обесценились. А вот другая сторона. Сейчас группа немцев-туристов находится в Карелии. Высказать нам свое мнение иностранцы не захотели. По словам их экскурсовода, ситуация довольно напряженная, но по другой причине. Все боятся возможной всеобщей войны, повторения Второй мировой войны. Об этом говорят или молчат, но это читается между строк. Какого-то напряжения между мной как русским и ими как немцами нет. И никакого неприязненного отношения только нет. И лечь исключительно о политике. Причем эту тему стараются вообще не поднимать. Мы не будем нагнетать обстановку и говорить, что к некоторым русским или россиянам за границей относятся недружелюбно. Перекосы есть везде и всегда. Лишь напоминаем, что люди больше переживают, чем действительно враждебно настроены.